Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о вхождении Киргизии в Евразийский экономический союз. У нас в гостях Александр Князев, востоковед, политический обозреватель. Здравствуйте. Давайте чуть-чуть последнее событие. Мы знаем, что Кыргызстан получил от Казахстана и России порядка миллиарда двухсот миллионов долларов на приведение себя в соответствие к приему в Евразийский экономический союз и потом отставка правительства накануне подписания. С 8 мая уже должны были быть сняты посты. В чем подоплека этих событий? Сначала начнем с отставки предыдущего премьера. Я думаю, что вся деятельность, не только отставка, вся деятельность предыдущего правительства, она продолжалась чуть более года, являлась периодом саботажа на самом деле интеграции Киргизии в Евразийский экономический союз. Джамар Татарбаев, бывший теперь премьер-министр, воспитание Всемирного банка, проработавший это много лет. Человек, однозначно не являющийся сторонником интеграции. Под его началом, как премьера, проходили все переговоры с Евразийской экономической комиссией. Подписывались, не подписывались, а готовились к подписанию все соглашения экономического блока. Он не единственный такой, скажем, министр иностранных дел, сейчас переутвержденный в должности, Ирлан Абдилдаев, около десяти лет выглядел в фонд Сороса. У человека тоже другое мировоззрение, внешняя ориентация немножко другая. И вот таких лоббистских кругов на высшем уровне в ведущих министерствах, правительствах, в аппарате президента, в парламенте, в Тиргизии достаточно много. Это одно из объяснений того, почему так медленно все решается. То есть даже за год последний, с учетом получения вот этих денег, о которых вы говорите, уже можно было бы какие-то подвижки там, я не знаю, на границах совершить, но ничего не делается. До сих пор не делимитирована граница, значительная часть, более тысячи километров с Узбекистаном, Таджикистаном. До сих пор не оборудована ни одной лаборатории по сертификации товаров по правилам таможенного Евразийского союза. И уже такая аккордная точка, это практически за неделю до подписания документов, до решающего дня 8 мая. А Тарбаев, без особых в принципе, там было связано со скандалом вокруг золотовыбного месторождения Кумтор немного, но в отставку его никто не заставлял уходить. То есть он сам ушел с формулировкой, что он устал, что смена премьера это в общем-то демократично для демократической республики, и он просто оставляет свой пост. Но первые дни после его отставки обсуждался вопрос о том, состоится ли подписание вообще, смогут ли киргизские парламентарии, известные своим плюрализмом, особенно в кадровых вопросах, смогут ли они за этот короткий срок назначить нового премьера. И правительство, ну вот сейчас свершилось, уже назначен Тимир Сариев, бывший министр экономики, ну человек по своей политической приверженности, достаточно близкий к Атамбаеву, которого я не считаю, ну тоже самое относится к Сариеву, не считаю каким-то искренним и последовательным сторонником интеграции, но который, тем не менее, в этом направлении как-то движется. Но слишком много, я вернусь к составу правительства, слишком много мешающих этому, саботирующих это. И мне кажется, задача правительства Тарбаева, она состояла как раз в том, чтобы саботировать вступление Киргизии в интеграционные объединения с Казахстаном и Россией. Тогда другой вопрос. Зачем Казахстану, России, Белоруссии, Армении и Киргизия в составе Союза? То есть, получается, по очкам они даже готовы мириться с саботажем, но чтобы Киргизия в конце концов вошла? Ну а зачем Евразийскому Союзу нужна была Армения? То есть, Киргизия, как и Армения, это уже политическая часть проекта, лоббируемая здесь нечего скрывать, об этом много уже и писали, и говорили, и никто не может этому сильно возразить, лоббируемая прежде всего российским руководством, которые готовы за это даже платить, вот в том гранте технической помощи миллиард двести миллионов, о котором мы говорили, в нем казахская доля, казахстанская доля составляет порядка двухсот миллионов. Если не ошибаюсь, не больше. А все остальное это платится из российского бюджета. Вот. То есть, Россия за некие геополитические смыслы, значения готова платить. Ну, известно, что в Киргизии находится российская военобаза, есть еще ряд военных объектов, по меньшим значениям, есть желание их сохранить, есть желание сохранить коридор влияния в направлении Таджикистана. Вот какие-то такие смыслы, есть, может быть, желание в последующем вовлечь другие постсоветские страны, Таджикистан, Узбекистан, общие процессы. А Казахстан, он вложился уже за компанию, да, чтобы тоже сказать, что мы же тоже участники, да, процесса. Мы вам тоже платим. Казахстан, в любом случае, Казахстан, в отличие от России, Казахстан имеет общую границу с Киргизией. Существует определенный набор взаимозависимости, там вода, поставки, там еще что-либо, да. Пусть это не на национальном уровне, а пусть это даже вот на уровне областей, на локальном, но это тоже важно для жизнедеятельности при граничных территориях. Поэтому для Казахстана не безразлично, что там будет происходить. Но Казахстан на протяжении всего процесса вовлечения Киргизии в интеграцию, он занимал всегда, на мой взгляд, достаточно сдержанную позицию, не вступая в прямую конфронтацию с российскими устремлениями, но и не будучи ярым сторонником того, чтобы все-таки принимать. То есть не форсировал и не тормозил. Другой вопрос. 8 мая состоится или не состоится, на мой взгляд? Теперь, скорее всего, состоится. Подписание состоится, но есть одна опасность. Вот уровень ответственности и дисциплинированности киргизской политической элиты в силу ее более чем демократического, такого супер-демократического развития последнего десятилетия, особенно, да и раньше, состоится в том, что любой премьер, будь то Сариев или кто-то еще, на первой же сложности, столкнувшись с первыми же подводными камнями тех соглашений, которые он подпишет, а они в любом случае будут возникать в таком рабочем хотя бы порядке, он всегда может снять с себя ответственность за исполнение, поскольку где не он эти соглашения готовил. И уйти в отставку опять же. Политический процесс, кадры в киргизии динамичны. За 23 года независимости уже 25 премьер-министров было в общей сложности. И уже четвертый, по сути, президент за это время. Поэтому уйти в отставку... То есть там министры дольше на своих местах сидят, чем премьер-министры. Иногда министры, да. Поэтому возникают большие сомнения в исполняемости этих соглашений, особенно в сопоставлении с тем количеством проблем, которые остаются и не решаются. Для вас Киргизия страна не чужая, поэтому можно, скажем так, позитивные и негативные сценарии после ее вхождения в Евразийский экономический союз? Позитивные сценарии, наверное, в том, что, во-первых, подавляющее большинство населения Киргизии поддерживает этот интеграционный процесс. Подавляющее большинство населения Киргизии не заражено, как это было, скажем, в сравнении с Украиной, какими-то антироссийскими, антирусскими настроениями. И население не особенно информировано о тех трудностях, которые его ждут со вступления в Евразийский союз. Но, в принципе, в целом, как к линии развития, население будет относиться в любом случае скорее позитивно. Поэтому какие-то подводные камни, если будут возникать трудности, то за счет поддержки общественного мнения, поддержки общества, при желании их решить, проблемы будут решаться, я думаю. Есть определенный позитив в том, что киргизское население, живущее в более сложных, скажем, экономических условиях, нежели казахстанское, скажем, сравнивать, в меньшей степени рассчитывая, уже никак не рассчитывая, в принципе, на государство по части социально-экономического развития, оно более рыночно, оно более активно в рыночной сфере. И не обязательно на территории самой Киргизии, пользуясь свободным перемещением, значительная часть населения может активизироваться просто в какой-то сфере малого, среднего бизнеса на территории других стран. Я, например, слышал о работе этнических киргизов на острове Сахалин, все-таки согласитесь, это не близко. То есть, например, если их зовут в Красноярск работать, то там такой идет, как бы лозунг, ну вы же с Енисея, вот рабочие места отпросим, а Сахалин это еще одна тысяча километров восточный. Есть такое явление, да, и здесь есть и опасность определенная в этой тенденции, что, пользуясь свободным перемещением, упрощением режима пребывания в Казахстане, в России, в Белоруссии, более активная, более мобильная часть киргизского населения, она просто уедет. Да, и вот те гастарбайтеры, которых мы называем так, сегодня работающие в России в большей части, ну поменьше в Казахстане, они просто легализуются и останутся там. А кто будет работать в самой Киргизии, вопрос немножечко непонятный, поскольку там... Здесь тоже вопрос, а смысл работать, если рабочих мест нет? Нет, они что же не от хорошей жизни оттуда уехали? Проблема-то в том, что в Киргизии пока не видно и проектов по созданию рабочих мест, вот это одно из важных направлений. Что касается негативных сценариев, они лежат больше в сфере такой политической, связанной с внешнеполитическими акторами, вот, но я вижу два, не два даже, это, собственно, один общий момент опасный, самый негативный из сценариев может проявиться в межэтнической и конфессиональной сфере. Ну вот, в Киргизии так исторически сложилось, что разного рода экстремистские и террористические религиозные группы, они в большей степени распространены среди узбекской общины Юго-Киргизии. Существует известный межэтнический конфликт, было два больших всплеска кровавых в 90-м году, в 2010-м году, и существует достаточно напряженные отношения между ними. И сейчас складывается нехорошая тенденция, когда силовые структуры, правоохранительные органы спецслужбы, наполнение с точки зрения этнического происхождения, это практически на сто процентов этнические киргизы, а большая часть, ну или большая часть участников вот этих незаконных формирований, это этнические узбеки. И складывается тенденция, если большинство хизбутов, ну хизбут-тахри, да, если большинство хизбутов узбеки, не означает ли это, что все узбеки хизбуты. А этим пользуются внешние силы. Совсем недавно, в феврале месяце, в городе Карасу, в Органской области, был арестован имам одной из мечетей, узбек по происхождению, который обвиняется в распространении идеологии хизбут-тахрир, в вербовке боевиков для отправки в Сирию и Ирак, в Афганистан и так далее. В тот же день его соратники, где-то около тысячи человек, получили смысл со словами «Вакт Келди», время пришло по-узбекски, собрались в замечательный митинг, их удалось успокоить, что через два дня будет суд, и суд все решит. Через два дня прошел суд, суд применил к этому имаму меру наказания до расследования дела два месяца заключения под стражу. Тут же мгновенно включаются западные фонды, которые выделяют грант в 90 тысяч долларов, причем из 90 тысяч 15 тысяч на адвоката для этого имама, а остальная сумма 75 тысяч долларов это деньги журналистам-правозащитникам, которые должны педалировать, в том числе в общественном мнении, такую тему «Не повлияют ли аресты узбекских имамов на состояние межэтнических отношений в Киргизии?» То есть, по сути, это такая серьезная, провоцирующая тенденция, при том, что отношения на самом деле не гладкие, не идеальные, конфликтов хватает. Происходят они сейчас больше в латентной форме. Координаторы проектов сидят, одна сидит в Тбилиси, другая сидит в Киеве. То есть, направление поступления денег можно легко, видимо, определить, что приходят они, скажем так, не с востока и не с юга, эти деньги. И вот таких случаев, это один из случаев, которые... Это межэтнико, а межконфессиональные... Но в это время получается так, что террористические спецслужбы и правоорганизационные органы практически не занимаются не узбекской частью религиозных, экстремистских террористических организаций. Они существуют, сращиваются с криминалом, имеют поддержку на территории Афганистана, в частности. И вот они могут быть использованы как нечто провоцирующее параллельно. А существуют приграничные конфликты между киргизами и таджиками, серьезные, которые всегда автоматически перерастают из территориальных, например, в межэтническую плоскость. Такого же конфликта существует с узбеками еще острее. И вот это все вместе может быть такая сложная, очень каша может получиться. Но это уже будет конфликт не на территории отдельно взятой Киргизии, это уже будет конфликт на границах таможенного Евразийского союза и на территории Евразийского союза. То есть получается, что Киргизию могут подтолкнуть к выполнению роли некоего троянского коня. Вот пусть вы вступаете, подписываете, раз вы так рвете, но мы вас взорвем изнутри, и заодно всем остальным участникам не поздоровится. Вы сами в какой больше верите в сценарий, в позитивный или в негативный? На основе своего опыта и знаний Киргизии. Хотелось бы, конечно, верить в позитивный. Самое главное, мои опасения вызывают, что если будут развиваться тенденции к негативному сценарию, у меня такое ощущение, что никто не готов этому противодействовать. То есть качество государственности? Качество государственности раз, качество того военного объединения, которое существует у нас, я имею в виду организацию договора коллективной безопасности, вот эти качества вызывают большое беспокойство. Большое спасибо, у нас в гостях был Александр Князев, мы говорили о вступлении Киргизии в Евразийский экономический союз. До свидания. Спасибо, до свидания.